Я очень рада, что здесь сегодня не только наши уже, скажем, известные, уважаемые Удмурты, но и молодежь. Это такая замечательная возможность нам увидеть мир и заявить о себе. Я думаю, что вообще вот этот 2012 год, он очень яркий для всей удмуртской нации, было настолько много ярких побед. И в Париж, такое финальное завершение года, триумфальное, просто это замечательно. Я думаю, это уже можно перевести. Я очень рада, что это было дать возможность, чтобы увидеть мир мир и увидеть мир мир, и какая у вас лучшая конкурса, у нас в 2022 году, что эта встреча в Париж. Я думаю, что это уже замечательно. На данный момент я работаю в газете «Удмурт Дуне», это главный наш печатный орган, газета, которая, скажем так, позиционирует себя как главная газета удмуртов. И так как удмурты тоже растут, развиваются, молодеют, то, естественно, возникла потребность в создании молодежного приложения. Оно называется «Дарт», вот так оно выглядит и выходит раз в месяц. Сама суть в том, что ее издают только молодые корреспонденты, то есть все авторы этого издания — это молодежь, студенты. Ну и я являюсь главным редактором. Выходит с января месяца 2010 года. Ну и я хочу поговорить о том, «Удмурт Дуне». «Удмурт Дуне», это главный директор «Удмурт Дуне», — это главный директор Дуне. Удмуртское слово переводится как страсть, азарт, и мы не случайно выбрали это слово, потому что мне кажется, есть в нем какая-то энергия. Насчет моего псевдонима Дарали Лили, я тоже выбрала его не случайно, меня в жизни вообще зовут Елена Петрова, но так случилось, что я с детства нахожусь в удмуртской культуре, я сама из города, и мама меня в детстве водила в театр удмуртский, и там был спектакль главной героиней которого была девушка по имени Дарали. Дарали это тоже древнее заимствование, слово индийского по моему происхождение, потому что есть такой штат Джаму и Кашмир, есть там район Дарали, и это слово означает парча или красный платок, такой цвет яркий, красный или розовый. В общем, это женское имя, оно мне показалось очень красивым, поэтому я его выбрала. Меня зовут Елена Петрова, но я гранди в культуре Удмурт, в городе, и моя мама, после моего возраста, м'а именена в театре. И это было, что я увидел у них, который называется Дарали. Это был пременем, я думаю, из родины индийской. Мне кажется, что в регионе Кашмире, есть ли футболт на рыбе. Дарали, это было такое, что 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 такое красивое, и так что я думаю, что это было имя, что это было хорошо. Собственно, с выбора этого имени началась такая яркая страница жизни, когда имя стало диктовать вообще всё. И выбрав такое яркое имя, приходится теперь постоянно соответствовать ему. Я стала диджеем, и фишкой было использование национального костюма и вообще каких-то национальных элементов. То есть это была такая личная стратегия в городской среде, как продвигать удмуртское. Donc, le choix de ce nom a une incidence sur le reste de ma vie. И, скажем так, я soy диджеем, и, если вы хотите, это было огромное количество, которые были вместе. Donc, я также adoptал национальный костюм как диджеем. Я думаю, что это была стратегия для продвигать удмуртское в городе. Вообще, к сожалению, у нас не получилась видеоконференция, да, но хочу сказать, что Павел Поздеев — это мой учитель и соратник. И надо сказать, что такое движение именно городского удмуртского, оно началось с развитием удмуртского интернета. Это примерно 2008 год. И как раз в этом году появились первые удмуртские дискотеки в городе, появилась группа «Сайлент в Угур». Появилось очень много таких проектов под крышей «Юмшан Прома», которые в дальнейшем повлекли за собой создание других проектов. Павел Поздеев — это мой профессор и мой conseiller. Павел Поздеев — это мой учитель. Павел Поздеев — это мой учитель. Поздеев — это мой учитель. Поздеев — это мой учитель. Благодаря социальной сети ВКонтакте и сейчас в удмуртской группе «Удмуртлык» около 7 тысяч человек, мы понимаем, что удмуртская молодежь, она собралась вокруг каких-то ярких вот этих вот, допустим, дискотек удмуртских или чего-то еще, и не хватает печатного органа, который бы адекватно реагировал на эти события. Поэтому создание газеты д'арт, это как бы один из результатов появления интернета активного. ВКонтакте. Удмуртны «Музыка-Удмурт governor», это было уже несколько солюских Cover-Ижевских, ухажирование, какой-тоPlease необходимый. Удмуртана уверенность активно проявляют себя и добраяся. Они стали менять Ижевск, то есть удмуртскость, она захватывает Ижевск, и вот яркое лицо этого года Иван Белослуцев, он интересен и уникален тем, что это удмуртский певец из деревни, из Кесского района, и он один, но все его музыканты русские, их четверо, и его группа удмуртская, то есть она себя позиционирует как удмуртская группа, и в этом году они выступали на Евровидении малых народов в Испании буквально две недели назад, то есть они удмуртской спрезентовали здесь уже, хотя он один всего в группе, и мы считаем, что это на самом деле очень круто, потому что русские теперь музыканты местные понимают, что быть удмуртом это очень выгодно и престижно, и можно даже в Париже съездить, мне кажется, они уже поняли это. Иван Белослуцев. Иван Белослопцев и Лу-мем Удмурт. И он является частью группы, и эти четыре музыки, которые русские, но группы, как группы, они называют Удмурт. И в два года, они были в Европе, в Европе, в Европе, в Удмурт. Так что это приводит к другим, что Удмурт, это хорошо, это праздничное, это позволяет приехать в Парию. Почему-то папка не открывается. Ну, можно сказать, что в этом году случилось, ну, наверное, даже чуть раньше, такое разделение интернет-активистов, когда люди... Нас стало много, на самом деле, мы все индивидуальности, есть Павел Поздеев, есть Алексей Шкляев, есть я, еще кто-то, и индивидуальности каждого стали тянуть, скажем, одеяло на себя. И мое личное желание было в этом году заниматься очень модными удмуртскими проектами. Я это называю хайпом. У меня насчет этого даже есть такие интересные культурологические споры с Александром Юминовым. Это один крупнейший наш местный такой культурный деятель. Он говорит, что хайп — это все пустое, то есть не стоит на это тратить время, нужно делать настоящее. Но мне как раз нравятся игры с модным, и когда берешь какой-то продукт удмуртский, смешиваешь его с западным. Ну, так как я сама в городе родилась, мне это ближе и интереснее. Например, в том, что я интересуюсь к проекту Удмурт, которые могут быть tendance. Я бы хотел говорить о том, что я имею в виду, я должен сказать, что мы имеем в том, что мы имеем в том, что Александр Юминов, который также активно в мовлении Удмурт, он считает, что это hype, потому что в этом году мы попытались создать такую промо-группу, которая будет презентовать какие-то супер-современные удмуртские вещи, которые… Ну вот, я попыталась, не получается. Так как город Ижевск вообще очень модный, там есть особая субкультура музыкальная, и в 90-е годы город считался столицей электронной музыки огромное количество диджеев, меломанов, дизайнеров, то удмуртское оно априори всегда считалось таким отстающим. И мне очень интересно делать такие модные вещи, когда они, скажем, даже диковатые, абсурдные. И последний год я просто беру какой-то современный стиль музыки из Чикаго, например, или который модный, допустим, в Париже даже на каких-то дискотеках, и просто ищу диджеев и музыкантов, которые будут переделывать удмуртское под этот стиль. И если получится, я дам вам послушать обязательно. Спасибо. 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 Ижевск. Спасибо. 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 В последние годы, в последние годы, это был центр электронной музыки. Были диджей, меломаны, дизайнеры. И в том же время, было ощущение, что в Удмурте осталось немного на трене. И это для того, что я люблю инновировать, даже если это могут быть немного удивленными, немного свежим, немного абсурдами. Но, например, я рекомендую, на самом деле, на самом деле, на самом деле, я изучаю, на самом деле, диджей из Чикаго, которые могут быть традиционными, даже здесь. И я исключаю диджей, которые могут адаптировать музыку в Удмурте. В октябре этого года, неожиданным для себя образом, я пригласила Вежевск, очень модного московского продюсера и музыканта Малифика, потому что мы в интернете познакомились, и я сказала, что очень нравится мне его музыка. Он пишет музыку в стиле Beats. Это, скажем, такой музыкальный андеграунд, тоже не все знают. И он взял песню популярного удмуртского певца Геннадия Огонькова и сделал ремикс. Мне это очень нравится. Я понимаю, что это, на самом деле, удмуртский андеграунд, и так как многие удмурты из деревень, для них это экзотика и для них это непонятно. Спасибо. 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 который был в октябре этого года, который был очень удивлен для меня, я смогу приглашать один продуктер музыкальный московский, Марий Фикан, который я встретил по интернету, который я получил и мы смогли поставить в момент проекта, я забыла сказать, он делает музык-бит, поэтому это это музыка alternative, это правда, что все-таки не знакомы, и мы смогли сделать в основном проекта, который помогает с помощью геннадий ивенков, который популярен в Удмурте, и сделать что-то в стилбит. Я очень люблю, это правда, это не понравилось для всех, потому что те, кто-то у нас культуры Удмурте могут найти это немного странно. Ну, кроме современной музыки и каких-то других вещей, мы, конечно, вообще пытаемся развивать все современные жанры дизайн, искусство. И замечательно, что в этом году появилась такая арт-группа «Чимали» и Евгений Бекузин, выставка которого здесь вчера открылась. И последний проект, который мне очень нравится, я за него рада, это наше модельное агентство «Удмуртское». Это вообще первая такая попытка «Удмуртскую красоту» как-то начать использовать, ну, с пользой уже применять, скажем, чтобы не просто были конкурсы красоты, после которых девочки непонятно чем должны заниматься, а это такой бренд, где «Удмуртское лицо» как-то… Ну, в общем, все с того началось, что у нас появились дизайнеры «Удмуртские», а одежду показывать некому. И ситуация, когда «Удмуртская одежда» показывают русские модели, это совсем, я считаю, неправильно. Поэтому я открыла модельное агентство, которое почему-то назвала «Мадемуазель Удмурт». Видимо, узнала, что поедем в Париж. Ну, хорошо. Продолжение следует... L'ouverture d'une agence de mode ou de mourte. Oui, parce que ça permet quand même d'appliquer justement, de faire voir et de faire connaître et la beauté et le travail ou de mourte. Si vous voulez, avant cela, il y avait des concours qui avaient lieu et on ne savait pas trop ce que les jeunes femmes pourraient faire. Et pour éviter ça, pour dépasser ça, on a justement cette agence. C'est que tout ça a été entraîné par l'émergence de stylistes ou de mourtes qui se disaient qu'ils ne voulaient pas tout simplement devoir aller en Russie et diffuser ça juste avec des Russes et qui voulaient garder ça au niveau ou de mourte. Et c'est ainsi que j'ai ouvert l'agence de mode dont je vous ai parlé, que j'ai appelé, je ne sais pas trop pourquoi, Mademoiselle ou de mourte. Peut-être que j'avais un pressentiment qu'on irait à Paris ensemble. Je vois que les jeunes qui présentent ces costumes sont des russes, russes, russes. Alors, on a dit, ils ne sont pas en train de mourte, mais ils ne sont pas en train de mourte. Alors, là, vous voyez, par exemple, Natalia Kajernikova, qui est elle-même ou de mourte et qui fait un travail remarquable. Mais vous voyez, ces modèles, c'est là encore la beauté russe, le style russe, la taille russe qui sont reflétées. Alors, peut-être que certaines d'entre elles sont ou de mourte, mais elles n'assument pas leur ou de mourtitude. Le défi, c'est justement de rendre le style, la nature de la femme ou de mourte belle, de faire accepter un standard de beauté ou de mourte. Il faut dire, qu'il n'y a pas de modèles de l'agentité, qu'il n'y a pas d'être basé, et donc nous ne prenons pas de toi, qu'il n'y a pas d'être basé. Donc, oh, bravo, замечательно. Nous étudions tous. Et ces filles, par exemple, Natalia Wolkowa, elle est de Norie, de là, où est notre vie, russes. Et la deuxième fille, elle est de tatarie ou de mourte. Alors, dans notre agence, je dois dire, que la question ne se pose pas en termes de... Ah, t'es trop petite, dommage, on ne prend pas. Ah, t'es grande, tant mieux. Non. Donc, celle que vous avez vue sur la photo précédente et que vous voyez ici. Donc, Natalia, c'est une ou de mourte. Et l'Eleana, elle est tatarie ou de mourte. Et elles font partie de mes modèles préférés. C'est vrai qu'elles ne savent pas encore marcher. Elles sont un peu hésitantes dans leur démarche. Mais elles commencent tout juste. Et par contre, je trouve qu'elles ont vraiment un style de modèle. Elles ont, malgré tout, une attitude, un bon port. Après, bon, elles sont aussi relativement fines, même si ça ne se voyait pas sur la photo précédente. C'estジỏ. C'est Это тоже попытка удмуртской как-то влить в городскую среду, и мероприятие очень хорошее получилось, много хороших отзывов, это как раз-таки достижения удмуртских дизайнеров в городе Ижевск. Я вообще смело заявляю, что Ижевск это столица моды, в этом году было очень много побед, и вот например замечательная фотосессия сделана еще пару лет назад, где наш Ижевский журнал «Леонардо» снял «Бурановских бабушек» и молодую модель Анастасию Иванову, так вот Анастасия теперь модель, которая в Милане, в Париже, и очень здорово, что появилась целая плеяда местных дизайнеров. Я думаю, что в других финногорских регионах пока такой движухи яркой нету. Анастасия «Леонардо» В общем-то, кроме вечеринок современных, мы делаем все возможные попытки как-то развивать молодежные движения, и это, конечно же, большое внимание уделяется дизайну, каким-то трендам. Вот, например, делали летом фестиваль на улице и пытались соединить такой модный стиль западный, который называется «Сипанк». Это американское такое движение, когда люди красят волосы в голубой и красят губы черной помадой, то есть это очень такие ультрамодные вещи в узких кругах, и мне вот интересно сочетать их с традиционным удмуртским и как-то это все вливать в удмуртское. Я не знаю, как другие к этому относятся. Я думаю, что у меня есть враги. Хорошо. 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 Вот. Я увижусь на Thema. Вот для свидания. Хорошо. Вот. Хорошо. Наём можно с людьмиerweise, если вы voulez, мы определяем все возможное всего того, чтобы люди здесь могут быть в Full of and True. Подпишись с лейтым стильцами. Вот. Например, в следующем году, мы проводили два маятых , и мы добились к тестову. Но естественно, чтобы привлекать молодежь, нужно очень сильно оперативно использовать все интернет-тренды, и очень важно поспевать за всякими мемами. Вот, допустим, знакомые ребята из деревни, я их иногда прошу сделать какие-то картинки. И вот один мальчик, это, кстати, племянник, по-моему, у Надежды Уткиной, он сделал такую картинку. «Я девочка, я не хочу ничего придумывать, я хочу новое платье». Я иногда себя вот так ощущаю, но тем не менее. Но это очень знаменитая фраза. Спасибо. И, конечно, для того, чтобы привлекать молодежь, нужно всегда быть очень активным, и, конечно, осуществить и использовать, например, интернет. Это очень активно. И я хочу вам показать, что у меня есть парни, это парни, это парни, который приходит из дерева. И я думаю, что это парни, это парни, Надежда Уткина. И он написал, что у меня есть фраза, и, в принципе, я очень рекомендую себя в этой фразе. Он написал, например, «Я девочка, я не хочу ничего inventать, я хочу новое платье». Ну и настало время на конец клипа. Мы делали вечеринку, которую назвали «Удмурт-гетто». То есть такая концепция была, мероприятие, что Удмурты — это такое своеобразное гетто внутри нашего города. То есть туда тоже каждый не попадет, на удмуртскую вечеринку. Такая параллель, в общем, с афроамериканской культурой. И не зря мы используем эти модные слова, которые, ну, допустим, есть культура хип-хопа, американская, вот эти слова, такие как «свэг» и прочее. Это очень модно считается. Это вообще в России очень модно, именно в кругах музыкальных, если, конечно, люди следят за этим. Не везде это все понимают. Но так как я живу в очень модном городе, то, естественно, это для нас важно. Вот, может быть, это телевидение. Так, вот, мы уже почти готовы, чтобы увидеть этот ролик. Но, чтобы сделать это, мы организовали, рецепт, у нас сегодняшний вечер, который называется « Гетто Удмурт». В общем, идея была, что Удмурт, они живут в каком-классе, в городе. И так, все-таки, все-таки, не могут не подходить к этому, и все-таки, не могут подходить к этому. И, в принципе, эта идея была, немного пронтая на путь, 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 на путь! Продолжение следует... 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 Килю в апартаментах, килю в апартаментах в этой городе. И так они все находятся в ситуации довольно complexи. Они должны регулировать некоторые вещи. Они должны сгодить друг друга. Вот этот фильм говорит о том, что все это. Ну и подводя итог, хочу напомнить вот о фразе Анни Семенова. Она говорила о том, что нужны какие-то полимеры, да? Вот эти городские отморцы, это такой полимер. Ну, мне кажется, ничего плохого нет в том, что глобализация влияет и сильно меняет нашу культуру. Просто нужно как-то правильно с ней уживаться и какие-то делать адекватные продукты, реагировать вовремя на все изменения. Ну и открытость, это тоже такой определенный ресурс очень хороший. Очень важно уметь налаживать контакты с современным миром, с теми, с кем мы живем. Вот, я думаю, что потихоньку появились, слава Богу, люди, которые как бы стремятся к этому. Я думаю, что очень важно теперь кадры воспитывать нам, работать с молодежью. Поэтому газеты и другие проекты, это все для того, чтобы мы привлекали людей. Чтобы ребята из деревни приезжали и они не терялись в городе, но чтобы они находили удмуртское то, что им нравится. Не только удмуртский неж и традиционный, но чтобы много было всего удмуртского. Спасибо. Тау Баджи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это для того, чтобы развлечить вся diversу различные мастерства культуры Адамут-Мурти. Спасибо за внимание.